Середина февраля, а правительство Чувашии озабочено посевной кампанией 2013 года. Сегодня на еженедельном совещании с руководителями органов власти глава Чувашии пристально изучил ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве республики накануне весны. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов отметил в своем докладе, что неблагоприятные условия прошлой осени не позволили провести посев озимых на тех площадях, что планировали. Но, по словам министра, это не должно негативно повлиять на будущий сев. На сегодня, по данным администрации районов, большая часть озимых находится в хорошем состоянии, заявил Сергей Павлов. По данным Россельхозцентра, обеспеченность семенами составила 92%. Тракторный парк готов на 83%. Топливо запасено 10% от необходимого. В прошлом году у нас была поддержка, это льготное топливо, то есть цена, которая была ниже на 30%. В этом году хочу отметить, что данной поддержки не планируется, хотя и вопросы поднимает, но решения его нет. И поэтому работу здесь нужно нам, конечно, активнее вести. Вот здесь представлена низкая обеспеченность, это у нас по топливу АлатРС, Козловский и Чебоксарский районы. Всего на проведение пассивных работ потребует около полутора миллиардов рублей. Половину средств возьмут в кредит. Активное кредитование велось в октябре 2012-го. В январе кредитов было взято меньше. Министр объяснил это тем, что не было обозначено субсидирование процентных ставок по краткосрочным заимствованиям. Но на днях Минсельхоз России принял соответствующее решение. Большое значение имеет для сельхозного производителя, для организованного проведения весенних полевых работ, это выплата субсидий, как из республиканского, так и из федерального бюджета. На сегодняшний день лимиты для субъектов предварительно все обозначены. Сейчас подготовлен проект распоряжения правительства Российской Федерации о распределении лимитов. И для Чувашской республики они, конечно, меньше, так же, как и пропорционально уменьшение произошло по Российской Федерации. Михаил Игнатьев поинтересовался, каким образом в районах, где мало заготовлено семян, топливо и техники, собираются провести посевную. По словам Сергея Павлова, ситуация там действительно сложная. Многие организации проходят процедуру финансового оздоровления. Там еще следующее предприятие «Аленушка», тоже процедура банкротства уже введена, но на базе ее организуется крестьянство-ферное хозяйство. Я думаю, что там мы сможем возобновить работу. Они кредиты хозяйства эти могут оформить, нет? Если оборотки нет, кредитов не могут оформить, они просто не могут. Давайте не проукрашивать Сергея Владимировича, значит, если там критическая ситуация, вы должны сказать, как министр, оценивая ситуацию, что там критическая ситуация. Но ситуация там непростая. Тогда надо другие районы просить, предлагать для того, чтобы обрабатывали эти земли. В финальном случае они пустовать будут. На сегодня в республике имеется 4,5 тонны зерна. Еще 14 собираются закупать, чтобы обеспечить все хозяйства республики. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.